всем приветики меня зовут соня и сегодня я решила записать для вас видео о средствах которые я использую для ухода за своим лицом а также о том как я боролась с прыщами с акне и поэтому если вам актуальна эта тема то оставайтесь со мной сейчас я поделюсь с вами своими секретами поехали чего бы я хотела начать спросите вы и конечно же я хотела начать с диеты наверняка ни для кого не секрет то что у нас внутри отражается полностью на нашем лице конечно же если у вас есть высыпание на лице то обратите внимание на то что вы кушаете в первую очередь нужно отменить сладкое шоколадки конфетки также орехи и молочные продукты я это сделала и в течение там по моему двух-трех месяцев я не употребляла действительно держалась и не употребляла эти продукты в свою пищу я сразу заметил эффект буквально через неделю моя кожа начала прямо очищаться и заметно просто вот как говорится эффект на лицо через там три недели у меня уже даже у меня были такие проблемы не просто прыщички у меня были закрытые комедоны и вот как раз таки после того как я начала соблюдать диету эти закрытые комедоны у меня именно стали проходить слава тебе господи я не знал уже что с ними делать я примерно 2-3 2-3 месяца держал наверное 3 2 месяца примерно я держала такую более строгую диету и потом потихонечку начала вводить обратно я ввела молочные продукты и поняла что молочные продукты абсолютно никак не влияют на состояние моей кожи что я их ем что я их не ем моя кожа в принципе выглядит хорошо но потом я решила ввести свой любимый шоколад обратно в свой рацион я обожаю шоколад и это на самом деле очень тяжело живется мне без него и в общем то как только я ввела шоколад обратно в свой рацион буквально через день у меня опять начались начались высыпания я поняла что шоколад это как раз таки тот продукт который категорически запрещен если я хочу действительно ровную кожу поэтому сейчас я стараюсь редко редко есть шоколад я его ем не могу сказать что его не ем но я точно знаю что как только я его поем через пару дней у меня где-нибудь вскочит прыщ просто проверено уже сотни раз второе на что я хочу обратить внимание это конечно наш гормональный баланс особенно это касается девочек ну и конечно мы сейчас не будем говорить о том если вам 12 13 лет и у вас переходный возраст конечно же это нормальное состояние что у вас какие-то появляются прыщи но если вам уже как мне там где-то немного к 30 как говорится а у вас все еще какие-то проблемы с лицом то пожалуйста сходите к врачу и проверьте свой свои гормоны ну и следующий пункт который я как раз таки хотела бы обязательно внести в пункт борьбы за чистое и красивое лицо это умывая умывание я на самом деле много раз использовала вот такую пенку сейчас вы видите здесь саймс я не знаю это корейская косметика как правильно произносится но эта пенка действительно классная она так знаете прямо до скрипа ощущает лицо но при этом она мне кажется даже немножко его подсушивает поэтому я вот использовал уже две кажется таких баночки я ее наверное еще и в россии покупала и здесь уже покупала и я вот сейчас для себя открыла кое-что новое а именно энзимную пудру вот такой сейчас вы можете увидеть ее на своих экранах она очень классно ее рекомендуют многие как альтернативу более дорогой энзимной пудры от компании бабор или бабор как правильно напишите мне если вы знаете и я на самом деле в полном восторге если вы никогда не использовали то вот энзимная пудра представляет собой вот такой порошочек который мы добавляем немножечко воды и между руками вот так намыливаем наносим на лицо вот этот мыльный раствор такой так скажем пену и после умывания кожи просто бархатистая какая-то такая очищенная при этом не пересушенная гладкая я никогда в жизни не испытывал такого кайфа от умывания просто от своей кожи после умывания поэтому если вы еще не пробовали энзимную пудру то прямо рекомендую вам максимально попробуйте и конечно еще основного правила борьбы с акне я считаю это обязательно смывать косметику какой бы уставший не пришли вечером там я не знаю с клуба дискотеки пожалуйста пойдите сначала мицеллярной водой смейте косметику с лица затем вот энзимной пудрой ну или просто тему то умывалка может быть гидрофильным маслом которое есть у вас не только не забывайте пожалуйста гидрофильное масло надо тоже смывать затем после умывания обычно по вечерам я использую тоник с кислотами у меня жирная кожа поэтому для вообще жирной кожи или комбинированной кожи я очень рекомендую использовать тоник с кислотами у меня конкретно вот так как вот такой корейский тоник но на самом деле сейчас многие компании выпускают тоники с кислотами с легкими чаще всего да то есть вы чувствуете лишь такое небольшое пощипывание но при ежедневном применении такого подобного тоника с кислотами вы прямо почувствуете как поры сужаются цвет лица выравнивается регулируется выработка кожного сала в общем то я считаю это маска для людей у которых жирная кожа проблемная кожа она и кроме того подсушиваются вот мелкие какие-то воспаления а утро же утром же после умывания я обычно ношу на лицо стартер вот такой не тоник это просто стартер с гиалуроновой кислотой его просто пару капель наносишь на руку и затем наносишь на лицо такими легкими похлопающими движениями и буквально этот стартер впитывается за не знаю 30 секунд меньше чем за минуту и такое легкое увлажнение идет сверху днем на лицо я обычно использую либо крем вот такой от нитроджена он такой очень легкий также и на лето чтобы не перегружать кожу отлично работает впитывается быстренько при этом увлажняет кожу ну и конечно не забывайте про spf обязательно сейчас летние сейчас летний период spf является очень важным средством если вы не хотите получить пигментные пятна на своем лице также очень хочется уделить особое внимание домашним пилингом у меня есть вот такой пилинг от фирмы the ordinary который состоит из 30 процентов альфа-гидроксикислот и 2 процентов бета-гидроксикислот к альфа-гидроксикислотам относятся гликолевая кислота фруктовые кислоты молочная кислота это кислоты которые действуют больше поверхностно они убирают омертвевшие клетки регулируют выработку кожного сала сужают поры борется с мелкими воспалениями на лице бета-гидроксикислоты которые как раз таки в этой в этом домашнем пилинге всего два процента а это самый яркий пример салициловая кислота это кислота которая которая действовала более глубоких слоях кожи и которая отлично нормализует работу сальных желез обладает антибактериальным и противовоспалительным действием утром после того как я нанесла на лицо вот галуроновый стартер я обычно наношу сыворотку пептидин от доктор джарт это сыворотка на основе 8 пептидов пептиды это вы знаете остатки аминокислоты которые восстанавливают коллагеновые волокна улучшают тургор вашей кожи эластичность кожи и поэтому после как только вы нанесете эту сыворотку на лицо вы сразу почувствуете как ваше лицо так подтягивается это очень актуально уже для возраста когда вам не 16 лет кожа подтягивается такая становится более здоровый цвет лица кожа не просто жирным блеском листит и такой здоровый блеск у кожи в общем то я могу смело рекомендовать эту сыворотку но я не раз слышала точнее читала в отзывах о том что люди жалуются что после нанесения этой сыворотки чувствуется какая-то липкость на коже и действительно если вы нанесете на сухую кожу просто эту сыворотку то она будет как-то долго впитываться и будет вот это чувство липкости на лице поэтому я для себя изобрела такой способ что я наношу на такое немножко влажное лицо эту сыворотку и тогда это способствует тому что сыворотка как-то быстрее впитывается и вот нет это неприятного ощущения липкости кроме того я хотела бы вам рассказать о масках которые я использую в течение тоже недели вот есть тканевые маски они у меня различные я вам сейчас их показываю на самом деле вы можете купить любые тканевые маски я считаю что в принципе в них как-то любую например корейские маски я не встречала прям каких-то особенно плохих но есть конечно более дорогие а вот эти маски мне вполне устраивают они мне очень нравится я наношу на кожу примерно через день и в промежутках другие дни то есть я наношу либо вот такую маску розовой глины от лореаль я не знаю насколько она хорошая просто ее заказала на amazon она была недорогая и в ней еще есть частички такие скрабирующие поэтому после того как вы нанесете вот эта розовая глина подсохнет на вашем лице и когда вы будете смывать то дополнительно идет такой скрабирующий эффект также я могу порекомендовать вам очень классную маску я ее заказывала на her по-моему там это бестселлер и эта маска вот сейчас вы ее видите она по-моему с мятой насколько я понимаю потому что она такой охлаждает после того как смываешь ее она работает очень здорово эта маска как раз для комбинированной я считаю и жирной кожи и она не подходит для сухой кожи поскольку после того как вы ее смываете вы прямо ощущаете даже я со своей жирной кожей ощущаю такой знаете немного стянутость то есть мне сразу нужно вот увлажнение наносить но эта маска делает лицо матовым то есть вот вы смываете лицо абсолютно нет на лице абсолютно нет никакого жирного блеска кроме того сужаются поры очень рекомендую для тех у кого жирная кожа приобретите эту маску не пожалеете ну и напоследок хотела поделиться мы с вами таким средством который я использую именно точечно на прыщи это масло чайного дерева вы удивитесь может быть и не удивитесь но действительно это средство работает я наношу ее аккуратно на ватную палочку и затем прикладываю именно к прыщику который у меня есть на лице и буквально на следующее утро этот прыщик уже подсушенный и очень быстро заживает в общем то это все что я делаю для того чтобы мое лицо выглядело чистым свежим и я надеюсь что эта информация была полезна для вас спасибо большое за внимание и пока пока